ДИВАН ПОВАЛИЛИ ТУДА, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ДОЛГОЖДАННОЕ СЩАСТЬЕ, НО ОКАЗАЛОСЬ, ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО, КАК ОНИ ДУМАЛИ. ЗНАКОМЬТЕСЬ, Яна СМЕНИЛА ПЯТУЮ РАБОТУ, И НЕ ЗНАЮТ ТЕПЕРЬ КУДА ДЕВАТЬСЯ, А ЕЙ НУЖНО КОРМИТЬ 12 ГОЛОДНЫХ КОТОВ. ТОЛЬКО ЧТО ВЫ СОВЕРШИЛИ ДВЕ УЖАСНЫЕ ОШИБКИ. ВО-ПЕРВЫХ, НАПИСАЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ О, И ПЕРЕШЛИ УЛИЦУ, НЕ ГЛЯДЯ ПО СТОРОНАМ. Я ПОНИМАЮ, У ВАС МНОГО ВАЖНЫХ ДЕЛА, И ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ, Я ДАЖЕ ЗНАЮ О ЧЕМ. ПОСМОТРИТЕ НА ВЕРХ. Я ЗНАЮ, ВЫ ХОТИТЕ ХОРОШУ И МНОГО ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ, Я ПРАВ? НУ, ДА. А ТЫ КТО? Это сейчас не так важно. Сейчас важнее, чтобы вы расслабились и присели. Но сначала ты должна решить, хочешь ты трудиться усердно, либо ничего не делать и разбогатить. Значит, просто и быстро. Ну ладно. Свой первый миллиард я заработал в 13 лет. И я придумал абсолютно новый способ заработка в интернете. Раньше я была такая, как вы, но теперь у меня есть дорогие виллы, машины и счет швейцарского. Тебя еще не удачи? Потому что меня уже там. Хотя постой-постой. Мой любимый момент. И всему этому я научу вас. Абсолютно бесплатно. То есть, да, вам лишь нужно подписаться на мою рассылку. Вам лишь нужно записаться на мои семинары. Подписывайтесь на мою рассылку. Ай да молодцы. Так и хочется отдать им все свои деньги. А тебе? Я не спорю, есть и честный заработок в интернете. Например, ты можешь участвовать в грошовых опросах. Или же загружать файлы на файлообменники и мучительно раскидывать их по всей сети. Или ты можешь продавать свои вещи на eBay, Amazon или так далее. Или, я придумал, ты можешь открыть свой обмен интернет валют и на них уже зарабатывать с каждого перевода процентов. Хотя, если честно, придется заморочиться с лицензией. Я слышала, есть еще какой-то биткоин. Есть, но не самая надежная валюта. Тем же успехом можно играть в казино или вообще на бирже. Кстати, это кажется тебе. Вам письмо. Пишет вам бедная вдова из Огайо. Она хочет перевести огромные деньги на ваш счет в банки. Вам это интересно? Нет. Здравствуйте, вы выиграли в лотерее, в которой вы даже не участвовали. Все, что вам нужно, это перейти по этой ссылке. Да что еще? Что? Это не я, я же здесь. Здравствуйте, вы верите в халяву? Спасибо, мы сами разберемся. Как видишь, разбогатеть в интернете быстро тебе никто не даст. Если, конечно, ты не будешь обманывать доверчивых людей, ты ж не будешь? Нет. Вот и хорошо, тогда я расскажу, как хорошо зарабатывать пусть и не так быстро. Ты готова? Ты куда делся? Ты куда делся? Ты куда делся? Так, что да,lam dice? Ты куда делся не так. Я и али. По предметам. Я ищущий пустын. Я ищий пустын. Я ищий пустын. Я истинный пустын. Я ищий пустын, кто не мог, в Ти-пу. захочется провести в их окружении целый день. Однако вряд ли это удастся. Местные жители так трепетно относятся к волнообразной достопримечательности, что доступ в эту часть Аризоны официально закрыт. Чтобы защитить песчаник от беспощадных ног туристов, власти штата ограничили посещаемость территорий, но даже при этом от иностранцев нет отбоя. Попасть туда можно только с разрешения Бюро по управлению государственными и общественными землями, которые ежедневно предоставляют 20 пропусков. 10 из них разыгрываются в местной лотерее, а 10 заблаговременно в интернете, чтобы у желающих заказать путешествие заранее, будучи за границей, тоже была возможность насладиться пламенными волнами. Так что все по-честному. Кстати, самое время пить согревающий чай. И не абы где, а на вершине горы Хуаньшань в Китае. Взобраться туда непростая задача, так как на вершину южного пика, который встал на носочки и вытянул шею на высоту примерно 2155 метров над уровнем моря, ведет очень ненадежная тропа из досок, лестниц, креплений и углублений в стенах горы. Монахи верили, что в этой горе живет бог подземного мира, поэтому проводили у подножья различные обряды и ритуалы. Что примечательно, в ее недрах скрыто множество рукотворных пещер, в которых вы не услышите эхо. До сих пор исследователям неизвестно, куда делась горная порода, которая накапливалась при строительстве внутреннего мира и как освещались горные хоромы в свое время. На вершине южного пика устроился чайный дом, который прежде был храмом, где монахи медитировали и пили чай в конце дня. Утереть нос монтажникам и высотникам и пойти в гору весьма небезопасным путем, который в народе называют дорогой в рай, отваживаются далеко не все смельчаки. Однако, если в вашей ежедневной порции чая не хватает адреналина, гора Хуаньшань к вашим услугам. Если у вас уже разыгрался аппетит к приключениям, то утолить его можно в турецкой Каппадокии. Причем с лихвой, так как в этом регионе представлены сразу три типа достопримечательностей – наземные, воздушные и подземные. Благодаря извержениям вулканов и ветрам, местный ландшафт стал напоминать заварные капризы кондитера. Разглядеть их как следует поможет экскурсия на воздушном шаре. Такой вид отдыха приобрел большую популярность в окрестностях Каппадокии благодаря мягким потокам ветра и опытным пилотам. Когда от завораживающего вида садов, виноградников, склонов и долин у вас пойдет кругом голова, можно спуститься с небес на землю, где вашему взору откроется немало удивительных храмов, необычных сооружений и извояний. Однако можно копнуть еще поглубже и оказаться в древнем подземном городе Деринкую. По утверждениям турецкого министерства культуры, он был построен в восьмом-седьмом веках до нашей эры, переселившимися сюда фригийскими племенами. Но путешественники узнали о его существовании лишь в 1963 году. Город, уходящий с головой под землю на глубину 60 метров, помогал местным жителям спасаться от набегов и прочих опасностей. Его площадь настолько велика, что может уместить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Сейчас это одно из крупнейших пещерных поселений, открытых для посещения туристами. Что ж, отдыхать можно по-разному. И не столь важно, взбирайтесь вы на высокую гору ради кружки чая, крутите педали велосипеда или читайте книгу, закутавшись в теплое одеяло. Главное, делать это с душой. Нередко в адрес не особо расторопных людей летят фразы «соберись», «будь внимательней», «сконцентрируйся». Но проблема в том, что большинство из нас, даже те, кто говорят эти фразы, зачастую не знают, как правильно достигать этого состояния, где никто и ничто нас не беспокоит. Постоянные мысли, желание взяться за несколько дел одновременно, сообщения в соцсетях, входящие звонки – это все постоянно нас отвлекает. Но ведь для достижения заветной цели очень важно не сбиваться с пути. Поэтому давайте разбираться, как достичь этого состояния полной концентрации. Многие утверждают, что мы не можем как следует сосредоточиться из-за скорости современной жизни, из-за технологий. Но дело не в том, что мы не можем, а в том, что мы не знаем, как правильно концентрироваться. Мы отвлекаемся, потому что позволяем другим вторгаться в нашу зону интереса и переманивать наше внимание. Главный секрет в том, что концентрация похожа на мускул. И чем больше вы ее тренируете, тем крепче она становится, тем проще и быстрее вы достигаете состояния полного сосредоточения. И мелкие срочные дела не сводят ваш интерес на нет. Концентрация – это способность убедить себя в привлекательности предстоящего дела. Потому что наш мозг, как правило, сдается быстрее, чем наше тело. Когда вы знаете, как концентрироваться, вы понимаете, как сознательно направить энергию в сторону поставленной цели. И вы уж точно понимаете, когда понапрасну тратите свои время и силы. Концентрация очень важна в творчестве. Гениальные идеи приходят только если мы постоянно над ними работаем. Снова и снова мы мыслями возвращаемся к интересующей нас теме. Начинаем проводить параллели с тем, что окружает нас. Что в итоге позволяет сделать наше творчество более многослойным и глубоким. Концентрация помогает и в повседневной жизни. Она позволяет своевременно решать возникающие трудности и приспосабливаться к новым условиям. Придает уверенности, что мы приняли верное решение, что мы готовы к публичному выступлению. Позволяет отогнать мысли о возможном провале. К тому же, когда мы не растрачиваемся по мелочам, у нас появляется больше свободного времени. Если вы хотите стать профессиональным музыкантом, спортсменом, поваром и так далее, вы начинаете много и часто тренироваться. Также дело обстоит из концентрации. Чем чаще вы к ней прибегаете, тем больше вы ей овладеваете. Так как же научиться правильно концентрироваться? Все просто. Старайтесь чаще заниматься делами, которые требуют от вас мысленно пребывать в текущем моменте. Такими как спорт, йога, чтение. Внимательно слушайте тех, с кем беседуете. Постарайтесь в течение дня не делать больше одного дела за раз. Не принимайтесь за другие дела, пока не завершите начатое. Практикуйте это целенаправленно, ежедневно, чтобы усилие превратилось в привычку. Не думайте о конце вашего пути. О том, что вы похудеете, что напишите великий роман или станете известной балериной, поваром, скейтбордистом или программистом. Сфокусируйтесь на том, каким образом вы можете достичь эту цель. Спланируйте свой путь к результату таким образом, чтобы он состоял из маленьких отрезков, которые вы можете осилить. Например, из 10-минутных тренировок. Мы часто недооцениваем то, что мы можем сделать за год и переоцениваем то, что можем сделать за один день. За день нельзя написать книги, зато если мы будем писать по одной странице в день, то через год у нас будет книга из 365 страниц. Когда легкоатлета Джосефа Ахрама спросили, как он победил в шестидневном марафоне по Сахаре, он сказал, что бежал всего по 15 минут, останавливался, пил воду и снова бежал 15 минут. Когда Микаэля Саньера, переплывшего холодный ла-манш, спросили, как он это сделал, он сказал, я не забегал мыслями дальше двух грибков и вдоха, которые я делал снова и снова. Со временем эти небольшие отрезки накапливаются и приводят нас к большой цели. Потому что успех или провал – это не одно великое решение и не один великий промах. Это серия маленьких шагов навстречу к результату. Итак, хотите научиться концентрироваться? Тогда старайтесь уделять внимание одному делу за раз. И чем чаще вы будете практиковаться, тем быстрее вы будете входить в состояние полного сосредоточения и, соответственно, быстрее достигать поставленных целей. Но не стоит думать, что нужно концентрироваться на всем подряд. Когда дело закончено, вы можете, наконец, расслабиться, отдохнуть и хорошо провести время в компании друзей. Что ж, совершенствуйтесь, творите и не останавливайтесь на достигнутом. Ну и, конечно же, мыслите продуктивно. До встречи! Так. Начало, начало, начало. Ну, это легко. Начало, начало, начало. Да уж. В голову совсем ничего не лезет. Надо проветриться хоть немножко. Может, зайти к Микаберам или к семье Пэготи? Они давно меня уже ждут. Интересно, если бы я не был собой, где бы я был сегодня? Где бы я был сегодня, если бы не преклонил голову, входя во владение судьбы? Наверное, где-то на пороге. Почесывал расшибленный лоб. Где бы я был сегодня, если бы перестал улыбаться и опустил руки в свои дырявые карманы? Наверное, выл бы от безысходности. К счастью, у меня совсем нет слуха. Где бы я был сегодня, если бы поддался самому низменному из инстинктов и следовал самому легкому из путей? Наверное, все там же. В начале самого длинного и яркого из моих приключений. Отлично. Перо расписали. Теперь бы это надо все записать, пока не забыл. Где бы... Когда умер отец маленького Дэвида, ему было минус шесть месяцев от роду. Так что пообщаться за кружечкой коровьего молока им так и не удалось. Поэтому единственное, что ему запомнилось об отце, это его могильная плита, которая не испытывала к мальчику особой привязанности. С тех самых пор, рожденный в пятницу, в полночь, что было плохой приметой, везде встречался с холодностью и пренебрежением в свой адрес. Так было, когда его мать второй раз вышла замуж, и тиран-отчим вместе со своей деспотичной сестрой понемногу отравляли его детство. Так было в школе Салем Хаус, где самыми передовыми методами обучения были запугивание и порка. Так было, когда мать Дэвида покинула этот мир, и он с десяти лет стал зарабатывать на жизнь черной работой в торговом доме своего отчима. Да что уж говорить, судьба бесчетное количество раз толкала его в спину и глядела, как он барахтается в грязи. Но мальчик не жаловался, вставал и продолжал свой путь, будто зная, что скоро тернии раступятся, и он увидит ясное звездное небо. Не секрет, что произведение «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанное им самим, во многом отражает жизнь и самого автора. Как и герой его произведения, Чарльз работал в адвокатской конторе, учился стенографии и в детстве за гроши работал на фабрике по производству ваксы. Кстати, последнее с ним произошло, потому что его отец обанкротился и попал в долговую тюрьму, где, собственно, и сам маленький Чарльз бывал по воскресеньям. Как и большинство новелл, «Жизнь Дэвида Копперфильда» печаталась и распространялась небольшими изданиями по 32 страницы с двумя иллюстрациями в течение 19 месяцев. Уже тогда произведение было настолько популярным, что последняя его глава разошлась двойным тиражем. Возможно, читателю не слишком любопытно будет узнать, как грустно откладывать перо, когда двухлетняя работа воображения завершена. Или что автор учудится, будто он отпускает в сумрачный мир частицу самого себя, когда толпа живых существ, созданных силой его ума, навеки уходит прочь. И тем не менее, мне нечего к этому прибавить. Разве только следовало бы еще признаться, хотя, пожалуй, это не столь уж существенно, что ни один человек не способен, читая эту историю, верить в нее больше, чем верил я, когда писал ее. Из всех моих книг я больше всего люблю эту. Мне легко поверить, если я скажу, что отношусь, как нежный отец, ко всем детям моей фантазии, и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю ее я. Но есть один ребенок, который мне особенно дорог, и, подобно многим нежным отцам, я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя – Дэвид Копперфилд. Произведение о Дэвиде Копперфилде – очень много самоиронии. Веры в человека, семью и в то, что злодейство не останется безнаказанным. Что же это были 100 страниц в компании Чарльза Диккенса? Ставьте закладку, увидимся очень скоро. Дэвид Копперфилд.